Голод как инструмент достижения политических целей, в том числе в Африке. К тому же информационный шум вокруг украинского зерна просто отвлекает внимание. И на зерновой афере, похоже, неплохо зарабатывают не только США, но и сам Зеленский. Авторские комментарии Марии Петрашко. Прямо сейчас. Всем привет, я Мария Петрашко, агентство теленовостей. Чем богаче американцы, тем беднее украинцы, и тем богаче Зеленский. Все мы помним панический истерический инфошум западной пропаганды о том, что без украинского зерна мир помрет с голоду. А якобы Россия не дает вывезти эти миллионы, миллиарды тонн пшеницы. Хотя все понимали, сами же украинцы заминировали свои порты, да и объемов зерна таких у Украины никогда не было. Ладно мы с вами, но даже опытные эксперты заинтересовались, откуда там вообще нарисовали 20 миллионов тонн, если самый вместительный элеватор 3,5 миллиона, а украинские порты могут в месяц пропускать максимум 1,5 миллиона тонн. Вот она главная украинская загадка этого лета. Оказалось, зерно-то фуражное для корма скота, коим, видимо, и считают зеленские потребители. Да и в конце концов оказалось, что украинское зерно вообще никому не нужно. Первое судно с украинским зерном не может найти покупателя. Покупатель отказался от отправленного в Ливан украинского зерна. Внимание, вопрос. Зачем же все носились с хайпом на этом украинском зерне? А это тоже часть бизнес-плана Киева. То самое зерно, как бы мало его ни было, украинским властям уже не принадлежит. Им они расплатились за поставленное вооружение. Но что же делать с этим оружием? Ну, не воевать же в самом деле. Тем более, что все купленное быстро демилитаризует точечными ударами. Поэтому украинская власть благополучно распродает оружие на черных рынках по всему миру. И именно для этого Киев требует бесконтрольный вывоз зерна. И категорически отвергает предложенные варианты транспортировки под гарантией нейтральных стран и под присмотром России. Когда нечего терять, блефуй и отчаянно зарабатывай. И таков затеяливый бизнес-план Зеленского и его олигархов. Они в очередной раз создали, ну, почти фейк. Вот Украина, если могли бы вывезти зерно, голода бы не было ни в Европе, ни в Африке. В лучшие времена Украина полтора процента экспорта зерна. Полтора процента – это ничто. Арифметическая погрешность. И они начали обвинять и нас, и Россию, что мы, агрессоры, не даем вывезти огромное количество, аж под 20-25 миллионов тонн зерна украинского, поэтому голод. Мы с Путиным усекли сразу эту ситуацию, вы видели нашу реакцию. Пожалуйста, вывозите. Хотите? Самые дешевые. Через Беларусь. Везите. А нет. Знаешь, жаба давит. Как это? Пришли опять к дитатору просить, чтобы зерно помог вывезти. Хотя, какой-то по чайной ложке, наверное, вывозят, и в железной дороге какая-то оплата была, как мне премьер-министр доложил. Россияне, хотите? Пожалуйста, вывозите. Начали вывозить. А из этой ситуации, в которую сами втяпались, влезли, что обвиняли нас, им надо выйти. Ну вот и красиво. В Стамбуле встретились, уже договорились, уже зерно повезли, сейчас голодную Африку накормят. Слушайте, 20 судов, которые они везут, это даже Турции не хватит, чтобы обеспечить. Вон Иран уже договаривается с Россией, чтобы с нового урожая зерно поставлять. Поэтому это просто вот игры. Вы уловили, спецоперация продолжается до достижения всех целей. Санкции как не работали, так и не работают. Мы как экспортировали зерно и удобрения, так и экспортируем. Стамбурская сделка красиво, прикрытие для снятия ограничений с Минска и Москвы. Кто в проигрыше? Европа, которая ввела санкции на удобрения и продовольствие, но будет и дальше их покупать, только теперь с разрешения США. Но и это далеко не все нюансы этих игр. 17 миллионов гектар украинских сельскохозяйственных земель, а это по размеру территория Италии, уже выкуплены крупными американскими корпорациями. Причем раз 20 дешевле, чем могли бы быть проданы. Ну да ладно, на этих американских землях Украины выращиваете зерно, которое уже нужно вывозить. Ведь на кону десятки миллиардов долларов, и деньги терять американцы точно не любят. Вообще, прибыльная у Вашингтона схема. Разжигаешь войну, выгодно для себя продаешь оружие, заодно дешево скупаешь зерно и земли, заодно обвалив весь мировой продовольственный рынок. От провокаций против судов с зерном, в которых Украина будет обвинять Россию, никто не застрахован. Более того, вполне возможно, что военные информационные провокации против зерновых конвоев в Черном море станут репетицией аналогичных провокаций против российских судов в Балтийском море в случае начала морской блокады Калининграда. Так что зерновая сделка представляет собой новое окно возможностей в прокси-войне США и Великобритании против России. И пока в Лондоне и Вашингтоне отчаянно воюют, провоцируя тысячи голодных смертей по всему миру и обстрелы мирного населения на Донбассе, Россия, которую называют агрессором, пытается поставить мягкие сорта пшеницы в страны Африки и Ближнего Востока. Те тоже заинтересованы в этих поставках, как в спасении от голода. Казалось бы, всем от этого будет только лучше. Но США наплевать на голод в Африке. Они видят в российском зерне угрозу укрепления влияния Москвы в африканском и Ближневосточном регионах. Поэтому под шум хайпа с украинским зерном и запрещались поставки. Но главное, страны Африки активно взаимодействуют с Россией и с Китаем в организации освоения собственных природных ресурсов. А это уже стратегический потенциал на передел сфер влияния. Массовый голод в Африке может помочь Вашингтону в устранении своего основного конкурента Китая в борьбе за африканские природные ресурсы. Вот и получается, чем богаче американцы, тем голоднее весь мир. Еще больше конкретных цифр и аналитики в наших телеграм-каналах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова